Приветствую вас, дорогие друзья! Вы смотрите Убиваку, и это продолжение моего гайда по болванкам. Сегодня мы разберем специальные классовые вещи с бонусами к различным навыкам или какими-то другими бонусами, которые очень дорого стоят. Все, о чем мы будем сегодня говорить, это белые и серые предметы, то есть они считаются простыми с точки зрения терминологии игры. Итак, давайте посмотрим несколько болванок, которые я припас на муле, для того, чтобы рассказать вам о их стоимости. Итак, начнем мы, пожалуй, с специального оружия, которое используют различные классы. Вот, например, такой скипетр. Если вы найдете вот это в игре, я лично готов вам заплатить за такой предмет, руну Ло или руну Сур. Руна Сур. Напоминаю, что такая болванка может быть найдена на балранах нормы или в коровнике, опять же, нормального уровня сложности. Вот так, представьте себе, руна Сур за палку с нормой. Причем она даже не магическая, это обычная палка, что крайне важно. Что я с ней планирую делать, я, конечно же, вам расскажу. В ней пять сокетов. В таких палках собираются Call to Arms, да, призыв к оружию, слово, которое используют паладины-гибриды в ПВП. Вот сейчас вы видите болванку под Call to Arms для паладина, в индикатора-темпляра. У него на основной связке оружия используется гриф, которым он колотит всех по башке, а на дополнительной связке оружия у него стоят спирит вместе с Call to Arms, которая сварена вот в таком вот скипетре. Данный скипетр позволяет не изучать ауру Conviction, например, сэкономить на этом пять скиллпоинтов и скомпенсировать отсутствие знания Conviction каким-нибудь offensive скиллерами с большим бонусом к жизни. Поэтому одна такая палка уже полностью позволяет нам собрать интересный сетап персонажа для ПВП, поэтому она так дорого стоит. Палочка следующая стоит чуть подешевле. Пожалуй, она не будет стоить ло, но какой-нибудь Охм или Охм плюс Векс стоит гарантированно. Это палочка для другого гибридного паладина. Он называется Венквишер. Такая же история на основной смене оружия. У него гриф, которым он всех колотит по башке, а на дополнительной смене у него Call to Arms с бонусами к его основным навыкам. Это Blessed Hammer и Concentration, потому что, ну, он крутит молоточки и заманивает на поле из молоточков своих врагов. Такой предмет, ну, вот, опять же, может стоить до 10 рун Ист. Я думаю, будет проще в Истах измерять стоимость, чтобы вы не запутались. Да, мы будем одну и ту же руну применять ко всем предметам, которые хотя бы один Ист стоят. А вот такой скипетр уже не будет стоить руну Ист. На нем аж плюс 3 Conviction, да, на этом вот было только плюс 2. Тут аж плюс 3, плюс 3 Fist of Heavens, но никакого Иста вы за это не получите. Максимум эта штука будет стоить мал. Почему? Потому что паладины такое не используют. Эту болванку купит у вас Ассасинка и сварит в этом предмете себе рифт. И абсолютно по барабану, какие бонусы к скиллам паладина здесь будут, потому что она все равно их не может использовать. Рифтом пользуются только Ассасины, соответственно, все 4-х сокетные скипетры вам следует продавать Ассасинам, и цена нормальная за это мал. Если вы находите какой-то из подобных скипетров, но с меньшими бонусами, он все равно будет чего-то стоить, скажем, плюс 3 Blessed Hammer или плюс 3 Fist of Heavens будет стоить примерно 2 из 100, да, то есть уже явно не лох, не сур, но тоже приличные какие-то руны, которые вы можете получить, опять же, за белую палку. Также отмечу, что если палка вот не серая, а действительно белая, в ней нет сокетов, она будет стоить примерно столько же за вычетом лема, который ваш покупатель потратит на пробитие дырок в этой вещи. Кстати, если мы говорим про War Skeptor, важно понимать, что он может не пробиться на 5 сокетов у Ларзука, потому что у него может быть низкий айтем левел. Если же мы рассматриваем Кадуцеус, это вещь с Хэлла, или Дивайн Скептор, вещь с Найтмара, да, они всегда пробиваются на 5 сокетов у Ларзука, без исключения, поэтому здесь вы можете быть уверенными, что продаете хороший товар, даже если в них нет сокетов. А здесь, опять же, все зависит от того, где вы его нашли. Если он выпал с Баала или его миньонов, то он тоже на 5 сокетов у Ларзука будет биться, потому что, напомню, Ларзук всегда делает максимально возможное количество сокетов в вещи. Но если этот Варз Скептор вам выпал, допустим, в третьем акте нормой, то никаких 5 сокетов здесь не будет. Тут будет, к сожалению, 3. Это мусорный скипетр, его придется выбросить, несмотря на то, какие на нем есть дополнительные модификаторы к скилам паладина. Идем дальше. Тут у нас луки на Амазонку. Вот такой совсем недавно ушел на известном сайте за эквивалент двух рунг из. Матриархал Боу ценится, потому что они быстрые. Это Гранд Матрон Боу, они как-то более распространены, и стоимость такого половина руны Ист, ну то есть, грубо говоря, руна Мал. Если вы вдруг найдете Гранд Матрон Боу или Матриархал Боу с перфектными параметрами, то есть плюс 15% Enhanced Damage, плюс 3 Attack Rating, и при этом плюс 3 Боу Кросс Боу, потому что без вот этих плюс 3 к навыкам Лука вообще никто не купит у вас болванку. Но если плюс 3 Боу Кросс Боу, 15 ЕД, плюс 3 АЭР, я даже затрудняюсь сказать, сколько это будет стоить, потому что точно такую вещь надо выставлять на открытый аукцион на сайте d2gsp.org, и там вам, только там, заплатят нормальную цену за этот предмет. Понятно, что там речь будет идти от 10 рун Ист и выше, но в данный момент такие болванки не продаются, не покупаются, поэтому сложно сказать, сколько она точно будет стоить без проведения открытого аукциона по перфектному, идеальному предмету. Эта вещь не перфектная, она просто очень хорошая, и вы теперь знаете, что за подобный лук вы можете выручить руну мал, а вот за подобный 2 Иста, например. Идем дальше. Ну, дротики мы не рассматриваем, потому что в дротиках не бывает сокетов, и ничего в них не соберете, вот поэтому серый или белый дротик стоит 0. Ну и я не рассматривал скипетры предыдущих категорий, потому что в них не бывает 5 сокетов, да? 5 сокетов может быть только в скипетре, который выглядит вот так. Так что с оружием для паладинов и амазонок мы уже покончили. Идем далее по щитам для паладинов. Вот такая фигулька должна быть вами именно найдена, потому что Ларзук 3 сокета вам никогда в жизни не сделает в щите, он делает 4. Так вот, вы должны прямо вот в таком виде найти щит, то есть 3 сокета, 45 сопротивляемостей, это болванка под дрим, для знаменитого Dual Dream паладина, которого также называют Аурадином, или вот зарубежный термин Тесладин. Так вот, подобная болванка, Sacred Rundash, будет стоить примерно 7 рун ист. Это очень дорогой предмет, как видите. Если вы нашли Sacred Rundash без сокета, вы можете попробовать продырявить его по рецепту в кубе, чтобы получить 3 сокета. Шанс этого, ну, понятное дело, 25%. Если получится 4 сокета, вот как в этом Vortex Shield, все равно его можно продать. Так, у нас Vortex Shield, 45 сопротивляемость, 4 сокета, это примерно 2 руны ист. Болванка под Spirit, да, именно под Spirit, не под Exile, активно используется хаммердинами, которые любят 125% Faster Castrate и 9-фреймовый молоток и телепорт. Вот, ну, не так дорого, 2 из 100, но все равно предмет достаточно ценный. И вот мы подошли к предмету, который стоит целое состояние. Это болванка под Exile. Лучшие щиты для Exile это Vortex. Если в каком-то другом щите у вас будет Ethereal 45 сопротивляемости, то будет стоить в 2 раза дешевле, чем Vortex, но все равно очень прилично. Так вот, этот Vortex Shield стоит 25 рун ист. 25 рун ист вы получите, если вы найдете вот такое вот в игре. Понятное дело, что отсутствие сокетов не проблема, мы несем к Ларзуку этот предмет, он делает 4 сокета с гарантией, мы наслаждаемся превосходнейшей болванкой под Exile, практически лучшей из возможных. Почему говорю практически лучшей? Ну, теоретически тут мог быть еще и enhanced defense дополнительно, на этом Vortex Shield. Идем далее. Мы перешли к классовому оружию для некромантов. С паладинскими щитами все понятно, я надеюсь. Если на них там 44 сопротивляемости, то они будут стоить уже на порядок меньше, чем 45 сопротивляемости. Важно это помнить. То есть Vortex Shield эфирный 44 сопротивляемости вы уже продадите вполне легко. А вот сможете ли вы продать Vortex Shield не эфирный 44, или если это большой вопрос, скорее всего вам какой-нибудь мал заплатят, и на этом все. Ну, давайте уже к оружию для некроманта перейдем. Вот эта дешевая палочка, это база под рунное слово White. Рунное слово White используется бонемансерами, и только ими, по большому счету. Вот такая база стоит мало, половину из 100. На ней есть самое главное, плюс 3 бонспир. Соответственно, вы варите здесь White, и получаете плюс 8 к бонспиру с одного только оружия. Поэтому, собственно, бонемансеры и пользуются этой палкой. Вы можете найти палочку плюс 3 бонспир, плюс 1 ревайв. Это будет хорошая палочка для ПВМ, потому что вам не надо будет тратить скиллы на ревайв. Вот, если вы бегаете, убиваете монстров, взяли такой вант себе в руки, ревайв у вас появился. Скилл, вы сэкономили 3 скиллпоинта, это очень приятно. Поэтому такая палка уже будет стоить, наверное, 3 руны мало, то есть полтора из 100. Вот, но в первую очередь, бонемансеры, конечно же, дерутся в ПВП, это дуэльный персонаж, поэтому я не сильно советую вам рассчитывать на какие-то навыки, типа там плюс ревайв, плюс айрон голем и прочая ерунда, которая используется именно для сражений с монстрами. Вы должны найти что-то вот такое, если вы хотите получить реально очень большую цену за ваш уайт вент. Вот такая вот палочка, плюс 3 бонспирит, плюс 3 бонспир, ее стоимость от 20 до 30 рун ист. Это потрясающая вещь, это топ-1 предмет для бонемансера в ПВП. По оружию некроманта мы с вами прошлись. В общем, разброс, как видите, довольно солидный. Вот половины руны ист, до практически 30 этих самых истов за одну палочку. Далее у нас шлемы для варваров. Вот здесь вы видите плюс 5 бо-хелмы под делириум. Здесь можно собрать, понятное дело, только рунное слово делириум, оно у нас из трех букв делается. Если в варварском шлеме нет сокетов, то он чаще всего бьется на три дырки. Особенности, если он с Найтмора или с Хэла. Они все бьются на три дырки с нормой. Там еще есть варианты Найтмора и Хэл. Точно можно нести к Ларзуку. Такая вещь достаточно дешевая. Вот подобный шлемик стоит одну руну ум и не больше. Вот. И тот, кто у вас его купит, ему еще придется на ист раскошелиться, для того, чтобы делириум в нем собрать. Поэтому больше ума вы не получите за такую фиговину. Вот это у нас шлем намного более высокого качества, потому что, если этот будет использоваться для прибафов, и у вас его купят, соберут в нем делириум, и будут надевать его на голову один раз, чтобы обкричать себя БО, а потом будут снимать его и держать в сундуке или в кубе. То есть, постоянно носить такой шлем варвар не захочет. Вот этот шлем уже подходит для постоянного ношения, например, для Голдфайндера или для какого-то другого варвара Крикуна. Здесь бонусы к основным используемым навыкам. Это Battle Loaders, Battle Command, и есть еще Find Item, то есть, теоретически, можно даже Skill Find Item не качать с таким шлемом. Шлем очень хороший, будет стоить значительно дороже, чем первый шлем, который мы рассмотрели. Примерно за 10 рун Ист вы можете продать такое произведение искусства. Но не существует какого-то варварского шлема, который бы был продан дороже, чем за 10 рун Ист. То есть, вот это, пожалуй, предел максимально хорошей балланки под Делириум, которую вы можете найти. Вот. Далее мы переходим к классовым друидским шлемам. Вот этот предмет будет стоить абсолютно столько же, сколько вот этот предмет. То есть, руну ум, соответственно, в ней также соберут Делириум. Это не очень хороший шлем, поэтому не так дорого стоит. А вот это у нас уже достаточно топовый вариант. Причем для ПВМ, для убийства мобов, потому что бонус к Солар Криперу, которого в ПВП проку по большому счету нет, но это очень хороший шлем. Я думаю, что стоимость такого будет составлять 5 рун Ист. Как можно отыскать шлем, который будет дороже стоить? Ну, я думаю, на нем должны быть бонусы. Плюс 3 Торнадо, плюс 3 Херикейн, плюс 3 Циклон Армор. Это будет уже ПВП друидский шлем. В нем тоже соберут, понятное дело, Делириум, чтобы получить плюс 5 к Торнадо и т.д. и т.п. Будет стоить такой уже более 5 рун Ист, и его стоит выставлять на открытый аукцион. Ну и наконец, самая казерская вещь, ребята. О, господи. Я до сих пор так и не разобрался с оружием для Ассасинов, потому что его стоимость это самая большая головная боль среди вообще всех классовых болванок. Я до сих пор плохо разбираюсь в том, сколько стоят различные виды болванок. Но я вам сразу могу сказать. Во-первых, в них варят рунное слово Киос и больше ничего другого. Соответственно, вам нужно или 3 сокета готовых, или вещь, которая гарантированно бьется на 3 сокета Ларзука. Вот, например, как эти Руник Таленс. Во-вторых, все Ассасины используют 2 Когтя Киос. Да, это важно понимать. И они используют пару быстрый Коготь плюс медленный Коготь. Вот, например, Руник Таленс и Грейтер Таленс. Они имеют одинаковую скорость, минус 30. Это самые быстрые Когти в игре. Просто вот это вот Хельная версия, это Найтмарная версия. Урон, на самом деле, не так и важен на Когтях для Вайрлвинда. Как-то ни странно. Да, это милишный навык. Казалось бы, урон нам необходим. Но нет, Ассасины ценят не урон, они ценят полезные навыки, и они ценят скорость. То есть Коготь должен быть или очень быстрым, или очень медленным. Сувая. Почему? Потому что Ассасины используют так называемый ВСМ Бак. Это когда в одной руке быстрый Коготь, в другой руке медленный Коготь. Вы приподнимаете Коготь, который у вас над ботинками, ставите его обратно. И за счет этого достигаете большей скорости атаки, чем если бы у вас было просто 2 быстрых Когтя. Вот такой известный ассасинский трюк. Поэтому каждая хорошая ассасинка приобретает себе 2 разных Когтя под свои нужды. И варит одинаковое рунное слово Кеос в обоих Когтях. Теперь давайте попробуем все-таки оценить, сколько стоят вот эти предметы, которые я для вас специально скрафтил в редакторе. Вот это у нас Greater Talents, плюс 3 Lightning Sentry, плюс 1 Weapon Block. Lightning Sentry очень любят, потому что, ну, это гибридный ассасин, она использует атаки в ближнем бою с Вайллендом. И также она, конечно же, ставит ловушки в Lightning Sentry, поэтому бонус очень ценный. Такой Коготь будет стоить 2 руны Ист, скорее всего, то есть не очень дорого. Weapon Block полезный навык, то есть можно его не прокачивать с таким Когтем. Но, по сути, на этом экономится всего 1 скиллпоинт, то есть каких-то больших плюшек за то, что вы сэкономили 1 скиллпоинт. Не ждите, что вам сайты шибко хорошо заплатят. Вот тут у нас уже немного другая история. Этот Коготь экономит много скиллпоинтов, потому что он открывает Shadow Master. И дает также бонус плюс 3 Lightning Sentry. Я бы оценил вот такую Сувайо в 6 руны Ист. Вот примерно за 6 руны Ист такие покупают и продают на известном всем сайте для торговли. Ну и, наконец, очень дорогие Когти. И на них нет бонуса к Lightning Sentry. Как так? Ну, Lightning Sentry не самая главная вещь. Да, чаще всего смотрят именно на Lightning Sentry. Но такой Коготь, он позволяет построить уникальный билд Ассасина и сэкономит с кучу скиллпоинтов. Смотрите. Майнд Бласт с таким Когтем прокачивать не надо. Он открыт. Dragonflight прокачивать не надо. Он открыт. И даже Веном прокачивать не надо, если вы не хотите. Пожалуйста. Скиллпоинты можно кинуть во что угодно другое. Вот такая болванка будет стоить от 10 рун Ист и выше. В принципе, если вы находите какие-то такие Когти, я, честно говоря, очень сомневаюсь, что вы их продадите за руны в самой игре. Вероятность этого есть. Но большинство людей, которые хотят что-то подобное купить, они хорошо разбираются в PvP, в экипировке. И они ищут себе предметы на сайте d2gsp.org. К сожалению, только там вам смогут предложить достойную цену на открытом аукционе за подобные предметы. Но хотя бы после моего гайда вы представляете, какие вещи можно выбросить сразу. Это, например, Когти с двумя сокетами. Какие вещи просто немножечко могут принести вам ценных рун, вот типа таких. А какие являются прямо, ох, элитными, за которые вам готовы отвалить какие-то феноменальные суммы ребята, занимающиеся активно PvP в Diablo 2 Resurrect. Вот, пожалуй, и все, в принципе. Потому что другие классовые предметы, ну, они просто не покупаются, они ничего не стоят. А тут мы с вами разобрали самые популярные категории классовых предметов, которые покупаются, продаются. Вы теперь будете ученые. Белый скипетр стоимостью в Loy или Sur вы не выбросите на помойку, а сможете эффективно продать. Спасибо вам за просмотр и до встречи на моих стримах. Счастливо!